Вмешиваются в дела друг друга и, соответственно, почти не конфликтуют, по крайней мере, публично. О возможных противоречиях до последнего времени было известно только на уровне слухов. Но, как говорится, нет дыма без огня. В связи с этим скрытым конфликтом весьма показательно интервью прямого подчиненного главкома залужного генерал-майора ВСУ Дмитро Марченко. Судя по всему, к нему нет претензий, которые выдвигаются тому же Зеленскому. Например, обвинение в коррупции. Но главное, что залужного в очередной раз раскручивают западные СМИ, которые уже открыто называют генерала украинским Деголем. Ставить залужного в один ряд с Деголем из-за спин французских женщин и французских детей. Но в чем причина этой активности западной прессы? Предположим, что это делается для того, чтобы держать Зеленского в боевом тонусе. Вот, посмотри, конкурент готов. А заодно сделай Зеленского более сговорчивым касаемо возможной заморозки конфликта с Россией. По риторике американских, как говорится, пробуют залужного на зуб. Пытаясь понять, насколько он годится в качестве лидера территории, которая должна и дальше оставаться антироссией. Интервью в журнале «Экономист» по сути может быть еще и прикрытием для кандидата в президенты залужного, который снимает с него ответственность за провал контрнаступа. А ведь это могло стать весомым аргументом для сторонников Зеленского, у которых теперь против залужного не остается никаких козырей. Хотя в уголовном деле о провале контрнаступления фигурируют имена почти всего украинского генералитета, кроме имени залужного.